Это фото с места трагедии. Недопитый кофе. На смятом бумажном стаканчике василек, символ чистой Беларуси. Словно цветы, смятые под колесами грузовика, две молодые жизни, две родные сестры. Это они приняли на себя весь удар автопоезда на европейских номерах. Скончались на месте. Водитель легковушки, тоже молодая девушка, доставленную в местную райбольницу. Поступала она в состоянии средней тяжести, с переломом плечевой кости, закрытая черепно-мозговая травма с отраслением головного мозга. То есть дальше она по месту жительства будет лечить в Бресте. Вечер оживленная трасса, ДТП. Следователи и эксперты выяснят все детали смертельной аварии. Сразу несколько экспертиз. Автотехническая, трассологическая. Но уже и так картина восстановлена. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, вечером 30 декабря 22-летний гражданин Республики Польша, управляя автопоездом, двигался по трассе Брест-Минск, граница Российской Федерации. На 160-м километре автодороги при перемещении в крайнюю левую полосу автопоезд совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем под управлением 29-летней жительницы Жабинки. Подозреваемый по уголовному делу признанный гражданин Республики Польша и водитель легкового автомобиля, гражданка Республики Беларусь. За рулем фуры, которая смяла легковушку с белорусами, был 22-летний поляк. В салоне еще находился его отец, он же и напарник, свидетель. К нарушителю были применены стандартные процессуальные действия. Подписка о невыезде из нашей страны даже не гуманна, а слишком лояльна. ДТП со смертельным исходом. Два человека погибли. В целях обеспечения предусмотренного закона порядка предварительного расследования, гражданину Республики Польша объявлено постановление о применении к нему мер процессуального принуждения в виде временного ограничения права на выезд из Республики Беларусь. Несмотря на это, пытаясь скрыться от органа уголовного преследования, он предпринял попытку выехать из территории Беларуси на территорию Республики Польша. Сотрудники Генконсульства Польши в Бресте, того самого, которое пропагандировало подвиги отверженных солдат, взяли в оборот их своих граждан, призывая убежать их от ответственности. Вот фрагмент из разговора заботливого начальника по делам сотрудничества с полонией Ольги Касперчик с начальником визового отдела этого же депредставительства Агнешкой Марчик. Ну вот я и думаю над тем, чтобы просто-напросто позвонить и сказать, что в случае, если у них есть разрешение на выезд домой, тогда пусть они едут. Что уже одного, сама знаешь, героя, который остался здесь, у нас уже есть, и он будет сидеть два года. Героем пани из консульства считает своего же соотечественника, который в канун Нового года был осужден за подобное ДТП на этом же участке дороги. Раньше паны гоняли в бричках, запряженных холопами, а сейчас потомки ошляхлюков гоняют по нашим трассам и давят белорусов. Что им до наших законов? И до совести тоже дела нет. А такие дипломатесы, как Ольга Касперчик, умеют избавлять от душевных мук. Если что, ведь у вас могут перенаправить на какую-то другую работу, а не только в Беларусь. А может еще, ну вы знаете, времена нестабильные, то я не знаю. Но если есть возможность вернуться домой, то может стоит рассмотреть, чем просто не возвращаться. Хорошо? Потом были еще звонки и работодателю, водителю фуры, Цезарь Апанский. Он руководит польской транспортной компанией. Нет, они не арестованы, они находятся в этом автомобиле. Но они могут уехать, могут выехать из Беларуси. У меня к вам огромная просьба, потому что там фактически вся информация в СМИ и все, что там тогда произошло, что там тогда был гололед на этой дороге. Звонила из этой машины с красными номерами. Дипломатия по-польски. Но с Буцки не латушка, поэтому их отправили автобусом. На вокзал подвезли. Билет пришлось покупать в спешном порядке. Девушка, добрый день. У меня к вам такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, за сколько можно до отправления автобуса до Варшавы купить билет самое позднее? Или это не важно? До 15 минут, лишь бы были билеты в наличии. Все, я поняла. То есть это не имеет значения. Поняла, спасибо вам большое. До свидания. То, что у польских дипломатов есть навыки шпионской школы, это почему-то не удивляет. Вопрос в другом. Почему они так легко относятся к гибели людей другой национальности? Или они в своем посполитом сознании так и остались по нами, а мы для них холопы? Стоп, а европейский гуманизм? Как же? Гражданин Польши 1999 года рождения вместе со своим отцом вечером 3 января въехал в пункт пропуска Брест на рейсовом автобусе с сообщением Санкт-Петербург-Варшава. Мужчины намеревались покинуть страну. При проведении пограничного контроля было установлено, что молодому человеку ограничен выезд из Беларуси. Сам иностранец заявил, что якобы не знает о причине этого запрета. Однако позднее выяснилось, что он является подозреваемым по уголовному делу по факту ДТП со смертельным исходом. Также молодой человек рассказал, что с выездом в Польшу ему помогали сотрудники польского консульства в Беларуси. Иностранный гражданин передан сотрудникам Следственного комитета для дальнейшего разбирательства, а отец задержанного отказался от пересечения границы и был возвращен в Беларусь. Убежать не удалось, уйти от ответственности тоже не получится. Дорога, сложные погодные условия. К сожалению, люди гибнут. И наши водители тоже порой становятся виновниками аварии в других странах. Но подопечные из ведомств Макея не советуют им бежать из страны и не помогают нарушителям уйти от наказания. И не смеются с чужого горя. А те, кто все еще подшучивает над исповедью Эмилия Чечко, посмотрите на эти могилы наших белорусов. Неужели дух березы картуской никогда не выветрится из амбициозных голов польских дипломатов? Их мораль уже давно утонула в навязчивой идее междуморья. Евгений Постовой, СТВ